Кубок Приморского края по Кудо прошел в Лесозаводске. В соревнованиях участвовало более 140 спортсменов из Уссурийска, Лесозаводска, Владивостока и других городов. За призовые медали на татами сражались как начинающие спортсмены, так и призеры краевых, дальневосточных и всероссийских турниров. Мы проводим краевые соревнования в различных городах с целью популяризации и развития Кудо на всей территории Приморья. Лесозаводск в этом году принимал кубок уже во второй раз. Лесозаводской школе Кудо есть кем гордиться. Ее воспитанник Гигамма Новозян смог стать чемпионом мира. По итогам соревнований призовыми медалями отметились и владивостокские спортсмены. В свою копилку наши кудоисты принесли 14 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых наград. Кубок по Кудо стал заключительным краевым турниром перед летним оздоровительным отдыхом. Бойцы уже в скором времени поедут в спортивные лагеря, где наберутся сил перед основными соревнованиями, которые начнутся осенью. Женская сборная ДВФУ по баскетболу завершила свое шествие в чемпионате АСБ. Студентки еще в конце марта выиграли первый тур плей-офф и вышли в топ-16 команд по России. Обыграв всех на Дальнем Востоке, наши девушки отправились в Санкт-Петербург, чтобы заработать путевки на суперфинал. В первой игре с местным политехническим университетом сборная ДВФУ уступила со счетом 86-59. Потеряв шанс на чемпионство, приморцы все еще могли взять третье место чемпионата. В борьбу за него вступился и Ивановский химико-технологический университет, который, увы, обыграл студента к ДВФУ. В итоге наша команда выбыла из турнира и осталась в этот раз без медалей. Напомню, что до этого подопечные Андрея Терехина шесть раз становились призерами чемпионата АСБ. Ралли «Тихий океан» вернулась во Владивосток. После четырехлетнего перерыва соревнования вновь проверили выносливость дальневосточных гонщиков. 14 экипажей из Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и других городов, не жалея машин, прошли четыре секции этапов с общей протяженностью маршрута более 200 километров. Организаторы в этот раз решили разделить всех участников на два класса – с переднеприводными и полноприводными автомобилями. Старт гонки был дан на картодроме «Змеинка», где был единственный участок с асфальтовым покрытием. На остальных дистанциях гонщиков ждал грунт и гравий. Эти самые дистанции, к слову, были разбросаны по всему городу. По итогу долгого и напряженного дня соревнований первое место в полном приводе занял Владивостокский экипаж Алексея Украинца и Елены Сухановой. А к победе на передних колесах добралась местная команда Андрея Воробьева и Игоря Алисова. Организаторы и участники после гонок отметили, что планируют продолжить традицию и посоревноваться вновь уже этой зимой, а также в следующем году. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.